Вилештелвилд. Нужен ли народам примирительный коэффициент памяти? 1 марта 2022 года в результате обстрела Киева, примерно в 17.10, российская ракета, направленная на телевизионную вышку, попала по мемориальному центру Бабияр. 5 человек погибли, еще 5 получили ранения. Бабияр здесь, по словам моей матери, покоится 34 моих родственников. Сегодня, 29 сентября 2022 года, 81 ягодовщина Бабиева Яра, трагедии, ставшая одним из символов Холокоста. Эта дата особенно остро воспринимается на фоне кровавой войны в Украине и той колоссальной трагедии, которую сегодня переживает украинский народ. 27 го сентября 1941 года гитлеровские войска начали расстрелы мирных жителей города Киева во враге Бабий Яр. Первыми были убиты 752 пациента психиатрической больницы, которая находилась в непосредственной близости к оврагу. Во время немецкой оккупации Киева Бабий Яр стал местом. 29 го сентября 194 го года. На северо-западной окраине Киева нацисты начали массовые расстрелы советских граждан в Бабий Яру. Во враге около 3 километров длиной и глубиной около 60 метров. 29 го и 30 го сентября 1941 года. Зандеркоманда 4 под командованием Пауля Блабеля при участии двух команд полицейского полка Юг и Украинской вспомогательной полиции расстреляли в этом овраге 33 771 человек, не включая детей до 3 халет, которых тоже убивали в эти два дня. 29 сентября 1941 года в Киеве нацисты начали массовые убийства мирных жителей в урочище Бабий Яр. За первые два дня там было уничтожено свыше 30 тысяч человек. Под счетом историков, общее число убитых там может составлять порядка 200 тысяч человек. Я каждый год осмысливаю для себя Бабий Яр заново. Как украинский еврейский писатель я просто обязан об этом говорить ежегодно. Для актуального переосмысления прежде сказанного, в этом году у меня всего два постулата. Первый – это вспомнить слова великого дагестанского поэта Расула Гамзатова. Не стреляйте в прошлое из пистолета, иначе будущее выстрелит вас из пушки. А второе – менее приятное и более отвратительное. Украинские историки утверждают, что Бабий Яру погибло 100 тысяч людей, и из них вычленяют 34 тысячи людей всех национальностей плюс красных командиров. Еврейские историки, в том числе и киевские, точно так же утверждают, и именно им я верю, что Бабий Яру погибло только 200 тысяч украинских евреев, сначала киевских, затем связенных со всех маленьких сел и местечек пяти областей. В чем здесь дело? В украинских конвойрах, хотя сами они не расстреливали, а просто этапировали евреев, сначала со всего Киева, а потом из пяти близлежащих областей. Украинские исследователи утверждают, что таких людей было не более 60-ти человек, а еврейские историки умножают эту цифру на 10. Если хотите, то чисто по-бухгалтерски, это и есть страшная первичка масштаба преступления. Одно дело сказать, что 60 человек со всей Украины стали конвойрами еврейского населения на расстрел в Бабий Яр, а другое дело, признать о существовании вышкаленного специального подразделения из местного населения. Рано или поздно придется признать еврейскую точку зрения, хотя бы для того, чтобы покарать российских интервентов, которые тоже сегодня начинают говорить, что это все что произошло в Буче, Ирпине, Изюме и ряде других украинских местечек не более чем проступки полууголовных неподконтрольных командованию лиц. Никто из нынешних руководителей ИРФ не хочет признать присутствии психотронно-озвериных средств, которые превращают людей в страшных животных. Вы знаете, дело не в этих шестьсотах конвойрах, не только украинской, но и русской национальности. Дело в том, что все они уже в те годы были точно так же подсажены на тогдашние психотропы, как нынешние рядовые расисты. Чего сегодня скрывать о грехе истории? В конечном счете, все они получили заслуженные наказания в виде тюремных сроков от 10 до 25 лет сталинских лагерей. Дело в самом признании того факта, что определенную контрольную группу людей фашисты превратили в животных. И тогда уйдет вопрос этнической принадлежности этих людей. Вполне закономерным станет другой вопрос, что со времен Второй мировой войны Советский Союз, а затем ИРФ просто совершенствовали человека ненавистнические психотропные средства. Когда мы уже на этой войне начнем считать наших погибших из числа мирного населения, то их может оказаться даже не 30 и не 40, а под 100 тысяч человек. И вот представьте, как через 50 лет историки опять-таки нам расскажут, что всего погибло мирного населения не более 10 тысяч человек. Ведь это же будет так корректно. Вот это и будет историческим эхом нынешнего отношения к реальной проблеме национальной памяти жертв Бабиева Яра. Больше мне добавить нечего. Ах да, это же так политкорректно. Следственные и прокурорские группы сегодня только работают, и будет очень больно, неправильно и нечестно поделить число погибших на какой-то примирительный коэффициент. Память не имеет примирительных коэффициентов. Просто не надо никогда врать перед историей, ни тогда, ни сегодня.